Всем привет! Здесь проект Панки 90-х из города Екатеринбург. Нам тоже есть что рассказать. И сегодня у нас в гостях представитель того самого времени, вокалист, лидер и автор многих замечательных песен группы Сущий Лесок Георгий Груздер. Всем привет! Георгий, как ты себя чувствуешь после 90-х? Честно говоря, уже прошло столько времени, что они уже стали забываться. И только когда, так сказать, имеют место разговоры о них, вспоминаешь какие-то подробности, настолько уже и мир изменился, и, собственно, люди изменились. Часть даже уже и не представляет, что было в 90-х и как там было это, на что было похоже. Ну, наверное, давай начнем с того, что как, в каком году ты начал слушать панк-рок, что тебя к этому придало? Да, наверное, даже панк-рок мы, по сути, стали слушать позже, чем его играть начали. Поскольку изначально мы слушали все, что попадалось, поскольку не было ни интернета, ничего и так. Но в то время как раз появились вот в конце 80-х звукозаписи, где можно было записать все, что угодно, но как бы какой-то информации про группы особо не было. Ну, то есть было известно, вот металл или там типа диско какое-то или что-то такое, или какие-то местные группы, типа вот появлялись тоже, или какие-то российские, русскоязычные, русский рок. Но это все, вся информация была очень такая понаслышке. То есть кто-то говорил, вот, вроде есть крутая группа. Ну, ты шел, ее записывал. Но как бы не было ни привязки к стилю, ничего. Ну, как-то само сложилось, что поначалу мы слушали преимущественно там вот хэви металл и что-то вот такое подобное с одной стороны, а с другой стороны, ну, как тогда на дискотеках вот такая электронная музыка была, ну, типа Bad Boys Blue, вот такое всякое как-то. Ну, как раз тогда волна была вот эта и талодиско, волы всякие. То есть у всех были кассеты, на которых вперемешку там мог быть записан там Креатор, какая-нибудь там Сандра, Вилли Токарев и еще что-нибудь. Это все на одной кассете и так по три песни всего. Вот. А постепенно как-то мы играли, ну, начали, соответственно, как самое такое радикальное нам известное направление играть металл. Ну, насколько мы его могли там абсолютно на таких инструментах, сделанных из фанеры и непонятного вообще производства, которые, ну, как-то звучали, конечно. Ну, соответственно, у нас и уровень игры, соответственно, был достоин этих инструментов, так что мы не чувствовали напряжения какого-то. Вот. И постепенно вот мы пробовали играть, даже вот записали, практически сделали один альбом, а потом что-то нам так, ну, даже не знаю, чем был обусловлен шаг к панк-року, просто как-то, ну, видимо, захотелось как-то поугарнее сделать, поэмоциональнее. И вот просто однажды мы, как бы, когда мы записали альбом, вот этот первый... То есть это еще был Несучий Лисо? Да, это был Несучий Лисо, группа Гильотина называлась, как-то, да, такая. А какой год это был? То есть это был 89-й год. И вот в 89-м мы начали, где-то год это все, как бы, как раз вот после школы, я школу там в 89-м году закончила, и мы как раз вот собрали эту группу, и где-то она у нас до лета 90-го была. А кто в ней участвовал? А практически все те же люди, кто в Сучьем Лиске, плюс Борман, ну, который тоже, по сути, часть Сучьего Лиска. Борман был тогда отдельным вокалистом, но тогда он еще брутально не пел, а пытался, ну, так, канонически просто петь ласковым нежным голосом трогательный метал-баллад. Ну, а потом вот, когда записали этот альбом, как всегда, бывает некий кризис, там, осмысление, куда двигаться дальше, и как-то мы вот... Была у нас еще привычка просто собираться дома, ну, у меня, как бы, у меня, по сути, в то время была студия, фактически, то есть там были усилки, колонки, ну, как бы, бобины, магнитофон, гитары, еще куда-то подключалось во все, что могли, все, что насобирали. И поскольку у меня в то время, ну, как бы, я фактически один жил, то никто не мешал, то есть мы могли собираться в любое время, и мы на ходу что-то сочиняли, придумывали. И как-то мы собрались, что Бормана как раз не было, и вместо него я пел просто тексты из журналов, из всяких, там, переставляя слова, ну, типа, знаешь, там, за окном птички ты поешь, за окном трупы, и орешь это каким-нибудь голосом. Так незамысловато. А потом мы послушали, и что-то как-то слышали, и получилось гораздо прикольнее, чем то, что мы пытались сделать. Но мы даже не знали, что это панк называется. Как бы, так получилось что-то такое, так сказать, дикое. А потом уже дальше, вот мы когда начали этим заниматься, и как раз у нас появилась первая такая реп-база серьезная в локомотивном депо, где тогда Саня, вот, барабанщик, работал. Мы там как раз первую демку записали. Был такой там нормальный чувак Коля Батраков, но он был у нас там постарше, лет на пять, на шесть. Вот он как бы там работал тоже, и совмещал, типа, ну, как художественный руководитель этого красного кружка, где периодически всякие собрания проходили. Но там были две комнаты под завязку, набитые аппаратом, и в одной лежал вообще полностью духовой оркестр там со всеми инструментами. Но никто этим, в общем-то, кроме него и нас не пользовался. Так что это было там тоже удачно попали, что никто не мешал, и вот могли играть. Ну, и он с нами, конечно, вот, ему можно сказать спасибо, что он с нами повозился, потому что в плане музыкантов мы были, ну, совсем нулевые практически. Там Чича только вот знал, как играть, и блатные аккорды. Вот. Ну, и такое отдаленное представление об игре на электро, что там вот эти какие-то пауэр-аккорды можно брать. Ну, совсем приблизительные. Вот. А он так даже, вот, первый альбом Лиска, Похорона, он, по сути, в чем-то выступил как аранжировщик. То есть, как продюсер, то есть, он там подсказал, как правильнее. Ну, не то, чтобы он вмешивался как-то в творческий процесс, он просто говорит, ну, ребята, вот тут обычно делается так, или вот, чтобы как бы хорошо звучало, ну, делается так. То есть, как бы достаточно такую он позитивную роль сыграл. Ну, и вообще, как человек сам был нормально. Он тоже был музыкант, но он занимался такой, вот, знаешь, электронной музыкой. Вот там, не знаю, пытался делать, ну, в духе, вот, как сталкер тогда был, или что-то такое. Ну, вот такая, как бы такой полуэлектронный рок, или что-то вот такое. Сам он клавишник был. Ну, на барабанах играл, на клавишах. Он, кстати, вот там песни, которые бонусом идут к похоронам, там несколько песен в то же время записаны. Вот он там где-то на барабанах сыграл, как бы, в какой-то, в одной или в двух песнях. И как, собственно, пришли к панку. И, ну, и начали в то время посещать Свердловский рок-клуб как раз на его излете. Он там еще вот пару лет функционировал. То есть, ну, в основном, конечно, мы там, опять же, покупали записи, ну, уже, по сути, русских групп. И когда мы начинали, вот, Сучи и Лисов, у нас была идея тоже вот свободного вокалиста, как бы. То есть, не предполагалось, что я буду петь. А мы пытались тоже, мы там пошли, написали объявление. Причем, как стиль мы вообще как блэк-панк написали тогда, потому что, ну, мы не знали ни хоррор, панк, ничего, как бы, про панк ничего не знали. Просто у нас тогда первый альбом, он сплошь на таких, так сказать, именно метал-текстах основан, как в хэви-метале, как в блэк-метале, там, вот такие все мертвецы, гробы, кладбище и все такое. Вот, поэтому мы, как бы, чтобы обозначить, вот, придумали такое. Ну, и, как всегда, когда даешь объявление в такой шараге, к тебе никто нормальный не приходит, а приходят всякие, там, так сказать, девушки, которые хотят быть вокалистками или просто тусоваться. Ну, и после того, как к нам пришли три или четыре друг за другом вот таких персоны, мы решили все-таки как-то попробовать своими силами, потому что... Пошли. Шалаба малолетняя. Чао, ребят. Привет. До завтра. Не чавкай. Ну, единственное, что все равно, так сказать, в то время информация передавалась, так сказать, по тусовке и прочему, вот, они с одной стороны, там, одна вот приходила девушка, так сказать, навела нас на гражданскую оборону тогда, а времена-то были такие, вот, как бы, сейчас это, ну, даже непонятно, как, нельзя ощутить, потому что сейчас мат, например, но он везде тот же шнур, вот, и шнура, по сути, слушают все обывалые, радостно смеются, типа, что, о, как круто, как бы. А тогда реально слово хуй спеть, и там, в том же рок-клубе все за голову хватались, что как можно со сцены, там, что-то такое, вот. И она как раз под это дело мы там беседовали, и она говорит, вот, типа, есть группа, где там вообще матеряться, там, такие, что за группа, ну, вот, гражданская оборона у них, там, что-то она, вот, как раз приводила, вот, общество память, там, типа, о, там, поет вокалист, шашка свернула, сверкнула кому-то, пиздец, о, такие, ну, надо зависать, послушать, раз такое дело, вот. Вот, да, мы узнали, вот, про гражданскую оборону, ну, как раз это где-то, вот, был 90-й год. То есть, получается, вы сначала первый альбом записали, а потом узнали, что такое панк-рок? Нет, мы, как бы, альбом позже уже записали, но, вот, первоначально, когда мы, так сказать, начали работать в таком ключе, мы о панке преимущественно не знали ничего. Ну, единственное, вот, на Екатеринбургской, так сказать, нейферской тусовке в те годы, все четко знали, что есть две такие классические панк-группы. Это Sex Pistols и Dead Kennedys, как бы. Причем, Ватти с тортиками, никто не знал, почему-то там Exploded позже появился, да. А Sex Pistols и Dead Kennedys, они так встречались, то есть, их можно было у кого-то взять, и там, по сути, любой неформал, вот, его спроси, там, типа, вот, кто себя панком называл, кто не называл. Ну, спроси, что такое панк-рок? Ну, знаю, вот, Sex Pistols и Dead Kennedys, как бы. А Sex Pistols мы, по-моему, записали еще, вот, в то время еще функционировало вот это, так сказать, граммофон около мелодии, пластинками менялись. И там мы как раз, по-моему, даже брали винил Sex Pistols и переписывали его. Так что, вот, по сути, наши первые западные панк-группы, это были классические, вот, Sex Pistols и Dead Kennedys, которые я, ну, и по настоящее время люблю и уважаю, как бы. Да, ну, несмотря на то, что Dead Kennedys, Гарри, редко смотря. Ну, никто не без Гарри Харри. Вот. И таким образом, вот, самый панк, который мы слушали, так сказать, вот, если брать музыкальный ориентир, то это вот именно Dead Kennedys и Sex Pistols. Но, при том, у нас не было, понимаешь, такого, как бы, что мы пытались подражать конкретной группе. В то же время, по сути, абсолютно случайно, вот, особенно вот Саня, он там активно общался, обменивался, практически в то же время мы взяли Криптик, несколько альбомов, как раз вот шестой, седьмой. Криптик это Криптик Слаутер. Да, DJI и вот как раз кроссовер их, этот альбом. Ну, и прочие вот в таком духе, то есть, хардкор как раз такой, Dayglo Abortions кто-то записывал. То есть, у нас-то даже больше был крем сразу вот в такой хардкор, поскольку мы и до этого металл слушали, и как-то нам даже было это проще воспринимать. Ну, и, соответственно, это было как-то более брутально и по оформлениям, и по всему. Ну, особенно, если ты вспомнишь, ну, что такое обложка пистолетов, например. Ну, там как бы ничего особого нету. А тот же Криптик там тоже трупы какой-то, рейган атомные взрывы и прочее такое. Поэтому, вот, по сути, музыка была ориентирована сразу на какое-то вот, на западное звучание, причем в большей степени как бы даже на хардкор звучание того времени. Вот, вот так мы пришли к панку. Ну, и начали слушать гражданскую оборону. Как бы в то время вообще зафанател и просто скупил все. Вот, купил еще журнал «Контркультура» как раз в то время появился, где Летов рассказал всю дискографию. И, то есть, мы там скупили и все коммунизмы, и гражданскую оборону. Ну, просто все, что было там, и Янки, там какие-то альбомы, то есть, как бы слушали. Ну, подражать мы как-то никогда не пытались. Ну, то есть, получается, у вас основными все-таки влияниями были вот сибирский панк и американский, европейский панк-хардкор. Да, ну, как раз «Гражданская оборона», если самое сильное влияние, как раз оказали ранние альбомы. То есть, это вот фактически альбомы там 85-87 года. Вот там «Поганая молодежь», «Некрофилия». Потому что вот альбомы уже там 88-89, где там куча политизированных каких-то песен, ну, мне особо как-то были не близки. Ну, и потом вот последние для меня альбомы «Гражданская оборона», это вот как «Прыг, скок» и «Сто лет одиночества». На этом для меня «Гражданская оборона» закончилась, потому что дальше я просто уже не воспринимал. Ну, как бы там, просто, ну, для меня Летофон себе так пережег веществами, все, и с тех пор уже страдал самоповтором, и какая-то ерунда. Поэтому вот, ну, еще, знаешь, все равно мы какой-то слушали русский панк, типа вот «Свиньи» что-то было, потом что-то «Ника рок-н-ролла» кто-то притаскивал. Но это как-то вот не вкатило по сравнению, ну, реально по сравнению с «Оборона» это было как-то тускло. Ну, и в то время пошла еще волна «Сектора газа». К «Сектору газа» у нас было двойственное отношение. С одной стороны, как бы было явно слышно, что это шансон, по сути, а не банк. Ну, по меньшей мере, что-то среднее. А тогда он был настолько популярен, что он реально звучал там из каждой форточки. Причем вот у меня соседи снизу были, это такие вот как бы типичные обычные люди, работяги. То есть они никоим образом ни панки никакие, ничего. Вот у них этот «Сектор газа» вот в тот год, он играл у них, наверное, каждый день, там, не знаю, несколько месяцев вот эти все песни. А поскольку перекрытия были, это я большей частью «Сектор газа» слушал у них. Но единственное, что нам как бы понравилось тогда, это вот у них там пара альбомов была вот «Зловещие мертвецы» и что-то, поскольку, ну, как бы нам было близко по духу, и они с таким юмором были сделаны как бы вот. Вот, то есть, ну, такое было отношение, что есть какие-то элементы нормальные, ну, как бы не совсем в нашем духе. Ну вот, кстати, мне всегда очень интересен такой, знаешь, момент был. Вот мы, ты много рассказал интересного про альбом «Похороны», и, ну, он действительно отличается. Ты сегодня пояснил, что, по сути, вот тогда просто панк не знали, что это такое, но вот, если со стороны послушать, по сути, такой постпанк даже, можно сказать, в каком-то смысле с постпанка вы начали. То есть, вот волна Баткейва, что-то общее есть. И вообще, если вот послушать группу, там, конца 80-х, начала 90-х, именно Екатеринбургский, в принципе, очень многих было вот влияние вот этой волны постпанка, там, и «Наутилус», это где-то было слышно, и там «Смысловые галлюцинации», «Агата Кристи». Это вот какая-то особенность Урала как-то, как… Есть что-то в этом такое региональное, или это просто так совпало у каждого свое просто было влияние? Ну, слушай, не знаю, может, эта музыка, с одной стороны, и тут в тусовке ходила, с другой стороны, в то время как раз вот начались вот эти кабельные каналы, нормальная, вот эта аутентичная MTV, где показывали кучу хорошей музыки. Вот, и как раз же там совсем незадолго до этого вот был расцвет этого поп-панка, и мы слушали достаточно много вот, и того же «Венила» попадалось вот как с «Юкси», например, несколько альбомов у нас было. То есть вот я с «Юкси» любил очень как бы, причем вот не панковый их период, а вот как раз постпанковый. То есть у нас достаточно было много такой музыки и на кассетах потом, то есть как бы это влияние было тоже достаточно сильным. И, ну, может, ты в городе, может, просто, сам же знаешь, складывается туса, и она какую-то музыку сильнее продвигает, чем остальную. То есть вполне возможно, что, как бы, может, это местная особенность, но этой музыки было достаточно много, поэтому вот ее влияние и слышно, и того же «Кейва» мы слушали тоже. Ну, не так, чтобы, знаешь, совсем за это фанатеть, ну, периодически ты включаешь альбом, там, слушаешь. И вообще по поводу, так сказать, по хорам, вот он отличается, там, не знаю, там, видимо, был какой-то период, как раз связанный с началом 90-х и того трэша, который и дальше. Потому что, я думаю, будь это в настоящее время, ну, скорее всего, Сучи Лисок это был бы просто какой-нибудь хоррор-панк или какой-нибудь там готик или еще что-нибудь такое. Вряд ли это было бы настолько безумное, как бы, предприятие, которое там в дальнейшем получилось. Я думаю, вот это просто начала действовать та атмосфера уже, вот, так сказать, всеобщего краха и безнадежности, и там, беспредела. И поэтому это сдвинуло музыку как раз несколько в социальную какую-то сторону. А так бы были, и это, может быть, вот в духе первого альбома все бы вот вылилось реально в хоррор-панк какой-нибудь или что-нибудь такое. То есть, фактически, на ваше творчество влияло не только желание музыкой заниматься, но и общая атмосфера, которая в стране творилась? Ну, конечно, потому что мы, в общем-то, по сути, уж за гитариста я не скажу. Он достаточно такой человек, как бы, не тусовочный и нигде особо не вращался ничего, помимо концертов. А мы вот, я и барабанщик, вот Саня наш, мы много тусовались. Он особенно много тусовался, там, как бы, я не столько, конечно. Ну, мы, то есть, как бы, знали кучу неформалов. Вот, там все, понятно, общались, все обсуждали что-то. Ну, и понятно, когда ты, знаешь, постоянный завсегдотай, там, каких-то концертов, тусовок, ты сталкиваешься, знаешь, с теми же гопниками, с ментами, там, еще с кем-то, и это на тебя оказывает гораздо более сильное влияние, чем если бы ты просто дома сидел и писал какие-то песни, знаешь, никуда не выходя. Поэтому, вот, многие же песни, они, как бы, на самом деле написаны того времени про ту же реальность. То есть, все это, как бы, было вокруг. Понятно, что оно несколько художественно преломлено и, так сказать, где-то гиперболизировано, где-то там гипертрофировано для большего эмоционального эффекта. Но, с другой стороны, вот, если ты возьмешь, например, подшивку какой-нибудь газеты Speed Info, вот, 90-х, там, знаешь, сюжеты ничуть не хуже, чем в песнях «Сучья песка», то еще и круче, понимаешь? То есть, там нечего было придумывать, это все вокруг было. А вообще, в Екатеринбурге в те годы были ли какие-то отличительные черты именно у панк-тусовки? Была ли вообще какая-то отдельная панк-тусовка или там все панки-металлисты вместе, или там друг против друга были? Как обстояло дело именно в плане тусовок? Ну, на самом деле, тут, как бы, не знаю, видимо, может, поскольку культурный слой не такой, как в Москве и в Питере, хотя считается, типа, третья столица рока и прочего, но, по сути, была одна большая Ниферская тусовка. Вот в самом начале она располагалась на плите у Цума-Гума, там вот, где сейчас эти фонтаны над гробью ржавые стоят. Вот там был скверик, и там тусовались не формалы, а после 12 ночи там голубые тусовались, как мне докладывали. Но я там не оставался после того момента. Говорят, они до сих пор там, кстати, после 12 собираются. Я до сих пор не могу посетить после 12 месяцев. Вот, и то есть, вот как раз рок-клуб был, по сути, там же на площади, и рядом, соответственно, тусовались неформалы, они мигрировали, вот ходили в этот рок-клуб, тут же покупали записи, там вот этот сам из дат-журналы, вот. И, то есть, но все были как-то вместе, то есть, там кто-то знал, вот это вот тут панки, и тут, там какие-то, ну, хиппи, там еще кто-то, там вплоть до ролевиков всяких. Ну, на самом деле, туса была достаточно общая, и люди, так сказать, одной субкультурной принадлежности свободно общались с другими. И, в общем-то, такое сохранялось, по сути, все 90-е, то есть, не было как таковой какой-то обособленной панк-тусовки, или какой-то там, знаешь, любителей русского рока, или это. Всегда все было перемешано, и даже практически все концерты, они большей частью были некие солянки, чем тематические какие-то. Противоречия были только, так сказать, вот с гопотой, с какой-то все, потому что, ну, а так, знаешь, даже же не было каких-то гопников специфических, которые бы там что-то против неформалов. Просто время было такое, что их было просто много, как бы. То есть, там от них мог получить любой гражданин в районе города, ну, и, соответственно, и как бы и неформалы, и прочее. Ну, просто, что если ты там в какой-нибудь косухе с нашивками или еще чем-то, до тебя проще докопаться, ну, просто как предлог. У нас вполне был случай, когда мы ехали с репетиции, это когда у нас уже реп-база была вот у меня в институте, в педагогическом, и обычно у нас репетиции были вот близко, то есть, там мы как бы сидели, у меня бы были ключи, там тоже крутой был аппарат, вот целые стены эти формантовской аппаратуры, как бы римская аудитория, рядом комната, ну, вот как бы, что мы то в комнате репетировали, могли вообще вытащить там в субботу, воскресенье, когда занятий нет. Вот. Там был еще музыкальный руководитель институтский, что там была типа доп. специальность, руководитель эстрадного оркестра, который, как бы, я закончил номинально, да. Вот. Надо было играть что-то там с ним, то есть, вот, по сути, весь состав Сучьего Леска, там даже вот есть там пара фоток, где мы там играли какие-то песни «Машины времени», еще чего-то. Ну, то есть, ему надо было устраивать вот весной отчетный концерт, что я вот тут веду, как бы, он тоже у него там, ну, как он такой музыкант пропойца и прочий этот человек, он работал и в музыкальных школах, и тут все, ему надо было, понятно, отчетный концерт из каких-то там более-менее песен, но он даже говорил, ребята, там, вы, типа, ну, сами что-то предлагаете, как бы, этот. Ну, поскольку он был такой джазовой направленности, причем, как вот, не странно, вот поп-джазовый, то есть, с его подачи я как-то посетил джазовый фестиваль, мне понравились там авангардный джаз, а ему такой самый, вот, ну, как бы, поп-джаз вот такой, который, ну, знаешь, по сути такой, чила, вот музыка легкая, как бы, и сам он, как бы, играл нормально на клавишах, и у нас там такая была группа из семи или восьми человек, вот, что Сучий Весок там был в полном составе, плюс еще там вокалистка, скрипачка, там, ну, куча клавишник, еще один парень со мной учился тоже, вот. А, то есть, мы часто приезжали, играли с ним, потом все уходили, и мы репали, и так домой возвращались, там, уже, там, часов в одиннадцать вечера, как бы, нам там недалеко было, как бы, на трамвае, там, ну, там, остановок пять или шесть, вот. Но смысл в том, что ты идешь уже, вот, там, в девяностые, там, все, и вот, там, периодически тоже всякие упыри, я насчет того, что получить любой гражданин мог, то есть, мы как-то едем, вот, ну, я там с гитарой, мы с Саней, там, жили в одном подъезде, и, то есть, там, всегда по пути, вот. Мы едем, я там с гитарой, он так, едем, разговариваем, ну, в какие-то остановки заходят какие-то два чувака, вообще, там, ну, то ли убуханные, то ли, там, под чем-то, как бы, докопались до какого-то, там, просто мужика, вышли за ним, дали ему по башке бутылку, вот, разбили, это вот, знаешь, как я в кино первый раз увидел, человеку просто об голову разбивают, бутылку. Потом они прошли по салону, до всех доебались, типа, нет ли тут его друзей, кто за него впрягается, все скромно сказали, нет, мы его не знаем. То есть это просто так, он... Да, просто так, да, просто они дошли, кого-то зацепили, вот, там, толкнули, он что-то ответил, и все, и как бы, там, ну, такие эпизоды, вот, в 90-е, они были сплошь и рядом. Как-то так же, вот, Саня, вот, с Чичей тусили просто около нашего подъезда, где мы жили, и до них тоже какие-то гопники, причем абсолютно пришлые, не с района, не с нам откуда докопались, и их там избили, так достаточно ощутимо, да, знаешь, до расплывшихся лиц, заплывших глаз, ну, просто так вот, как бы, ни за что. То есть времена были такие, но с другой стороны, в то же время, понимаешь, мы, поскольку активно тусили, я там посещал концерты, там, и вот в Свинаре, рок-центр Сфинкс назывался, и потом в Фантоме, и часто, на самом деле, это, ну, считай, до того места, где мы жили, это было, наверное, километров 6 или 7, через полгорода, то есть ты там выходишь ночью или с утра, и идешь пешком просто через весь город, и как бы ничего, никто не пострадал, вышел, ну, может, потому что сами частично выглядели, как такие же упыри, что бухие кривые, с недобрым взглядом, поэтому никто не торопился сцепиться, вот, ну, тем не менее, как бы, то есть, ну, мы как-то, и мы сами жили в таком районе, вот, на пехоте, который потом уже, как я там говорил, он там вообще считался одним из центров наркомании Екатеринбурга, что там наркот на наркоте, там продают, и все, ну, и там реально, вот, по сути, кололись и варили, вот, этот, Герыч в каждом подъезде, вот, у меня там часть школьных знакомых, которые, ну, так сказать, из параллели, там, помладше, может, были, вот, было время, в 90-е, когда они просто сидели, как бы, в подъезде, звонили, типа, о, Гоша, там, дай нам, типа, что-нибудь, этот, паломник, мы там, этот, сваримся, я говорю, ну, чего себе, а мне потом супы, у меня есть, ваш спидозный, это кровь хлеба, а я говорю, давай, ты ему потом поможешь. Ну, в общем, вот такая история, она действительно, она продолжалась, ну, годами, как бы, не то, что там какой-то год, то есть, там с наркоманией, это было, вот, реально швах, что кололись там, ну, очень многие, причем, всегда были у тебя какие-то знакомые, которые раньше были вроде нормальными, и это, ну, потом был период, когда там героина очень много было в то время. А на панках, вот, неформалах, это как-то отразилось? Их тоже это задела тема наркотиков? Ну, да, не только панков, вообще всех наркоманов, ну, всех неформалов, потому что, по сути, тогда, вот, мы тесно общались, вот, Саня как раз играл с парнями, там был такой, это, панк очки, инкубус, там еще были, кот, вот они, как раз проекты очков многочисленные были, они там начали буквально с начала 90-х употреблять там все, что, ну, с одной стороны, это как раз же было в духе такой self-destroy, no future и прочее, что они попробовали, ну, буквально все, начиная там от клея, BF, и разнообразных колес, а потом вот винт, геррич и прочее. Ну, причем, как бы, какое-то время это носило такой характер, знаешь, не то, что вот все превратились в наркоманов и больше нет, а, ну, эпизодически, что достали, то приняли, без какого-то там фанатизма, что все забросили, и только наркотики там вырубали. Ну, панки-то не на системе были в этом смысле. Ну, там трудно было сказать, они потом были на системе, если вот тот же очки, все, и потом его там лечили родственники, отправляли в клиники там где-то в другие страны, ну, у кого была возможность, как бы, кто был из подходящей семьи. Но вот у нас, как бы, Саня, он, например, он с ними там употреблял, но он никогда не был наркоманом, то есть он никогда не доходил до степени, что вот, знаешь, бегал и искал чем бы ширнуться. То есть, вот как бы, эпизодически, они к нему приехали, они чем-то там закинулись, знаешь, или там укололись, а потом, может быть, там через месяц, или, ну, когда, то есть, он никогда не был таким, чтобы подсесть на это дело, потерять там человеческий облик, облик, и все. А у них-то как раз это там ушло в такую сильную степень, что они там, знаешь, там и воровали, и прокалывали все, и, так сказать, деградировали кто как мог. Ну, как бы, на самом деле, по-настоящему панку все. То есть, тема бандитизма 90-х у них тоже, в общем-то, отразилась? Бандитизм? Ну, ты говоришь, они там воровали что-то. Ну, там же, знаешь, как бы, на самом деле, что такое воровали. Ну, бандитами они не были. Ну, там смысл был. Вот, я сам работал с наркоманами, когда, а в 90-е же там, понимаешь, что было плохо? Было плохо то, что, по сути, был тотальный настрой ноу-фьючер. То есть, где бы ты ни работал, тебе не платили деньги, как бы. Или это все могло накрыться, или там, еще что-то. То есть, поэтому я в свое время поработал, там, и грузчиком, и охранником, там. Вот. Но, смысл в том, что, вот, я работал, например, устраивается какой-нибудь чувак, наркоман, и он просто начинает подпыривать. Не то, что он грабит, там, что-то. Он, например, работает в магазине. Он, там, берет вот эту тару, ящики для бутылок, и продает какому-нибудь, вот, кто приезжает, экспедитор, он ему эти, там, 10 ящиков продал, пошел, купил дозу, как бы. Понимаешь? У наркоманов такая тема была, что они не были преступники, какие-то осмысленные, а им надо было просто на дозу. То есть, они не воровали, чтобы хорошо жить, а воровали, чтобы упороться просто, как бы. Жили одним днем, по сути. Поэтому, ну, такой, знаешь, бандитизм, там было очень много, вот этих постановок, и вот этих смешных, наркоманских выдумок, чтобы, вот, знаешь, вырубить на дозу, как там, знаешь, прийти в подъезд, зимой, там, раздеться, одеть тапочки домашние, позвонить в дверь, сказать, я ваш сосед, у вас нету дрели, дырку просверлить, тебе дают дрель, ты подрываешься, бежишь, ее продаешь, покупаешь дозу. Ну, то есть, вот такие постановы, они были вообще повсеместно. Годная идея, это стратабо, я бы сказал. Или, или была тема, вот как в магазинах, с кофе, например, то есть, приходит чувак в магазин, там, смотрит, вот, растворимый кофе в банке, говорит, о, дайте мне вот большую эту банку, ему дают банку, он типа ставит себе в сумку, открывает кошелек, такой, о, я деньги забыл, ну ладно, вот возьмите банку, я там типа сейчас за деньгами схожу, куплю, как бы уходит, банку трясут, а там песок, понимаешь, он банку с кофе стырил, а там пустую банку, с каким-то трэшом, вернул, то есть, вот там таких, всяких выдумок было много, ну, они опять же, я говорю, вот это как бы такая, стихийная преступность, направленная, просто, вот, срубить дозу, как бы, шернуться, а там уже, я думаю, если ты столько таких клёвых историй знаешь, то можешь целый вебинар проводить, для старта, как стать успешным, теперь это можно, как бы, не на наркотики, а на бизнес, на ипп, вот, ну, слушай, а расскажи, вот за группу, какие были, вот именно панковские, в 90-е годы, с кем дружили, ну, слушай, на самом деле, в 90-е, вот, как бы, у нас были, на самом, такие вот, если брать панк, он был, так сказать, как его классически преподносили, люди, которые не умеют играть, там, без инструментов, но делают что-то такое, бодрое, интересное, вот, ну, по сути, вот, у нас, так сказать, были родственные группы, ну, панки по пьянке, в то время, как бы, они, по сути, были первым панком, тут, в городе, они же, по-моему, раньше, чем в Сочи Лесок, да, появились? то есть, они появились, там, в 88-89 году, первый альбом записали, а из таких, которые были панки-панки, вот, был очки с многочисленными проектами, что он и сольно записывал, как, вот, у них были проекты, и мартышка, и очки, и вилы, ну, вот, как раз с ним играл наш барабанщик, Леска, Саня, он, там, во всех проектах, по сути, участвовал. А сейчас, очки он, чем занимается? Ну, знаешь, я его как-то встречал, то есть, у него была история такая, после героины, его, там, излечили, потом он, наконец, закончил, там, институт, ну, и, видимо, живет, там, не знаю, обычной жизнью, нормальная, потому что, пару раз его встречал, так, несколько лет назад, на панк концертах, уже современных, вот, мисфитс приезжали, потом, вот, романес, вот этот, так сказать, близкрик, который, вот, то есть, я его пару раз на концертах встречал, ничего, такой бодрый, тоже, там, семья, там, все, работа, как бы, ну, видимо, музыкой не занимается, но, такой бодрый, веселый, как в те времена, в принципе, нормально, то есть, так сказать, остался близок к субкультуре, без фанатизма, то есть, у нас, Екатеринбурги, многие панки, все-таки, пережили, да, 90-е, или кто-то там остался? потому что, вот, эта, группа, дядюшка АУ, например, ну, то есть, вот, я убил себя сжалость, я готов убить власть, я люблю фашистов, я знаю коммунистов, но, я фанатик, анархизма, я фанатик анархизма, эй, вы, суки, в зале, я фанатик анархизма, тогда-то это был такой адский алкотрэш, потому что они там были все время бухие, то есть, они приходили на любой концерт, и первое, что они делали, покупали водку перед концертом, пришли ее пить, вот мы как раз, это один из немногих эпизодов, когда Борман дошел до Сфинкса, это как раз, когда там играла группа дядюшка Ау, и то есть, у них что-то там выступление было, часа в два или в три ночи, а мы пришли туда часов в шесть, ну типа, настройка там, все это, и вот с того времени мы пили водку, они еще вписали на себя кучу народу, и директор Сфинкса Ведерников, он что-то так посмотрел, осмыслил слегка там, озверел, и сказал, ребята, типа, вы там вписали хуевую тучу там людей, как бы, чтобы они все были на сцене, ну и все эти люди были на сцене, трясли кто чем, знаешь, если, как бы, на самом деле, это было без проблем, но это вот как бы, то есть, вот когда мы с ними играли в Заречном, вот на фестивале, есть видео там, там они были вообще как бы стеклянные, вот, и в Сфинксе, то есть я вот, у меня был как раз смешной такой момент, как бы, я несколько раз с ними играл в качестве басиста, и Саня там стучал, как бы, вот в Заречном, вот, и у меня как раз в Сфинксе с ними был смешной, что мы вот пришли пили там общались все и вот я все помню до момента выхода на сцену а потом я помню как я с нее схожу что это было как делал я не помню а потом вот видео осталось я посмотрел ну и то есть вот там лидер дядюшки ау был колей блондский как бы он вот учился на факультете журналистики вот он сейчас тоже этот главный редактор одного из изданий местных как бы там федеральное издание так сказать его местное отделение вот то есть много народу на самом деле из 90-х стало такими достаточно успешными людьми вот как коля курилов например который сдавал газету калча ну помнишь такая сам издатовская как бы тема там он и про сути лесок писал и все он тоже вот как бы редактор то есть нормально и сейчас так сказать солидный человек ну то есть не остались абраганами да как-то стали строить жизнь или у всех по-разному все таки сложилось ну знаешь на самом деле это больше всегда зависит от человека как бы у кого была такая направленность знаешь просто там бухать и ничего не делать тот в принципе так и остался ну все равно жизнь продолжается все же как бы немного меняется там развиваются тем более ну 90 это было очень специфическое время вот если его можно сравнить его можно не знаю вот я думал над этим не раз его в чем-то можно сравнить с революцией кое сто лет вот сейчас то есть это было время в чем-то вот полная анархии такой то есть грубо говоря с одной стороны это было хорошо потому что ты мог делать что угодно то есть тогда никого не напрягало то есть ты мог взять флаг со свастикой нарисовать на лбу серпы молоты ходить там по главной площади города и выкрикивать какие-то лозунги типа марсиане победят всем было похеру потому что ну все занимались тем что либо наворовать либо выжить как бы понимаешь всем было не до этого никого не обижали никакие там знаешь не оскорбление ничего всем было не до этого потому что нам проблемы были поважнее а сейчас как бы видишь уже там слово сказал тех обидел тут статья и вот реально часть песен сучьего леска сейчас даже нельзя спеть ну потому что это как бы уже уголовное дело будет а тогда это вообще не то что это кого-то шокировало это никто внимания на это не обращал всем было наплевать и и в то же время понимаешь но почему потому что времена были такие что если тебя например что-то ограбили там избили или вот у меня как-то раз хлопнули квартиру там наркоманы те же как бы я вызываю там милицию там все приезжают вот там типа двери выбиты там что-то вынесено они такие проходят смотрят говорят так вас наверное немного украли как бы я говорю ну так типа обидно я говорю понимаю что я там банк например и у меня слитков золота не было может выйти по заявлению писать не будете блять так это же проникновение в жилище там замки выломаны там все это они говорят ну так чё ну типа ну было было и забыли понимаешь и так же что ты например опиздюлился на улице где-нибудь приходишь в ментовку тебе говорят ну вас же не убили чего вы к нам пришли все нормально живете дышите идите себе вот то есть но как бы двояко с одной стороны вот именно свойственная такой государственной анархии полная свобода то есть никто никто не мог тебе ничего предъявить ну потому что это никому не надо было у всех было другие интересы но и защищать тебя тоже никто не хотел из-за тебя впрягаться то есть вот если уж совсем не какой-то эпизод что тебя там зарезали на глазах тому толпы людей всем было в общем-то пофиг в 90 было что-то лучше чем сейчас сейчас что-то есть лучше чем в 90-е сейчас так скажем много лучше 90 но как сказать сейчас же нет самый так сказать позитивный момент который можно оттуда вынести из 90-х это человек который через них прошел он ну например это вот знаешь в отношении сектантов анархистов там автономов и прочих вот в 90-х была реальная анархия она была то есть государство было настолько слабое что как бы на местах могли править безраздельно вообще какие-то бандиты и менты там или бизнесмены какие-то там того времени то есть некой сильной центральной власти ее не было было анархия а вот такая государственная анархия она как бы выражается в чем вот кто сильнее тот и прав вот реально как бы кто может дать дать сдачи того не трогают кто не может того прессуют как бы и прочее вот то есть это очень вот позитивное если брать например панков они все любят там анархия анархия там но это не относится конечно к политической анархии вот к Бакунину Кропоткину там и прочими вот была анархия как она есть государственная анархия то есть и как бы вот людям довелось при этом пожить и посмотреть что это такое вот но вот это был так сказать позитивный опыт в том плане что такого сейчас и близко не увидишь как бы сейчас уже все зарегулировано и как бы и законы действуют и так сказать за бутылочку пива в сквере тебя повяжут понимаешь и никто не скажет что он знаешь а только отхлебнул глоток и это уже все вот это пожалуй был единственный позитивный опыт когда ты смотришь что бывает когда государство не действует понимаешь и тогда ты начинаешь как бы по-другому воспринимать вот эти вот все посылы типа анархия и прочее и прочее нет конечно понимаешь мы так как бы это пережили еще бы такое пережили потому что мы сами были еще те отморозки как бы и нас это в общем не особо пугало более того я как бы это часто рассказываю что типа я думал что в 90-е мне живется не ахти потому что я распиздяй и отморозок а оказалось что это были 90-е и ну тем не менее да а на самом деле ну сейчас понятно жить гораздо комфортнее лучше во всех смыслах потому что тогда можно было элементарно умереть с голоду или там ну так скажем быть убитым просто там знаешь за сто рублей в принципе как бы никто бы не стал это расследовать и всем было насрать то есть сейчас ощутимо лучше не смотря там знаешь на какие-то политические там кто-то с кем-то не согласен ну опять же лучше не благодаря кому-то а просто как бы общество и ситуация изменилась то есть анархия она же вот такая анархия она не может продолжаться вечно либо государство просто развалится окончательно либо это должно быть как-то там зарегулировано и прекращено то есть ну советский союз он как развалился такие а россия все-таки осталось но если бы такое продолжалось я подозреваю и россия бы развалилась потому что в те времена были поползновения вот чего вспомнить у нас даже уральская республика которую россель объявлял там с уральским франком в качестве валюты ну и прочее и прочее но все-таки хотелось бы вернуться тогда наверно больше панк року 90-х на урале были ли вообще тогда известны какие-то ну вот такие чисто панковские фишки как вот это пошло в 2000-е а в 90-е что такое было там DIY там vegan crust такие понятия ну на самом деле считаю что DIY это было все то есть мы делали все сами начиная вот как бы те же кассеты мы делали запись тогда вот сначала это все первые записи вот альбом похорона он был записан на бобину потом следующий у нас записи были так сказать на порту ху это пульт с кассетой ну еще они даже сейчас периодически встречаются потом появились вот несколько альбомов мы писали на мини диски на мини диски не прижились потому что появились сидишки и там уже все я про всякие чисто панковские вот эти фишки вот DIY да вот и по сути мы все вот то есть когда работа в студии окончили окончилась ну вот мы кстати как раз плодотворно по сути с одной студии все время сотрудничали с Pinocchio как бы практически кроме похорон все альбомы там были записаны ну и кроме последних которые уже у Юриса на панк-студия были записаны то есть когда ты получаешь там исходник там на какой-то вот этой хромовой кассете или потом на мини дисках то есть мы сами это копировали на кассетах делали оформление на компьютере вот там в этих примитивных программах ну причем у нас как бы так сказать никто не был наделен неким дизайнерским даром или художественным то есть ну мы делали так как могли вот я делал эти обложки там с Аней мы вместе делали потом уже да вот часть нам Юрис нарисовал который как бы художником был вот но вот большую часть всей продукции 90-х так мы делали вот полностью сами начиная от копирования до обложек там просто делали там в фотошопе вот простенькое оформление максимально эпатажное вот распечатывали там где-то на обычных этих лазерных или даже струйных принтерах тогда еще и все и ну вот что еще было позитивного что начали действовать вот эти рок-магазины как таркус у нас и мы туда вот как бы там на записываешь эти там 15-20 кассет отдашь типа на реализацию ну понятно что это как бы был не бизнес потому что выгоды с этого было никакой то есть ты покупаешь кассеты ты тратишь время уж не говоря о бабле которая ты отдал за запись на студии то есть но это понятно что вся эта деятельность сучьего леска вообще за все времена она не то что в ноль не выходила это был очень существенный минус так сказать и что чтобы не знаю это окупить ну как бы нереально учитывая все вложенные расходы на студии записи и прочее 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 так что вот диайвай там был очень реальный причем он был вынужденный поскольку если ты не делаешь чего-то диайвайного за тебя это никто не сделает ну то есть ты вообще никак уже нигде не мелькнешь то есть вот я сам делал сайты сучьему леску как бы сами мы делали кассеты сами распространяли рассылали там просто записывали дарили там кому-то но у вас даже лейбл по-моему да вот мы как раз и сделали лейбл потому что мы были активными людьми и нам хотелось просто вот так сказать на наш вкус хорошую музыку даже понимаешь делая так сказать не в каком-то техническом уровне исполнения просто что у людей были прикольные идеи как-то прикольно преподнесены может они исполнены были трешево но нам хотелось вот это сохранить потому что атмосферу они вот передавали удивительно точно и как бы прикольно и что мы вот пытались и вот выпускали сборники панк фром урал даже вот невра импайра потом перевыпустила один из наших сборников то есть вот и как раз это было дядюшка у там и панки по пьянке и так сказать там какие-то индустриальные вот эти проекты группа лисия нора ну вот как бы мы собирали таких так сказать самобытных панков никто круто играл а кто выдвигал какие-то идеи очки тот же там все да то есть мы пытались именно ну как бы в чем-то как знаешь этническая музыка то есть мы пытались собирать вот всех так сказать героев андеграунда и их показать миру не тех кто круто играет или там делает какие-то законченные произведения а некая вот как бы народный пласт вот этого уральского панка который делают люди просто потому что ну их это трогает их это цепляет понятно что они многие были как музыканты нулевые и как исполнители тоже но тем не менее это все было от души и нам вот хотелось запечатлеть это поэтому вот была сделана это evil dead productions но она и сейчас существует но она уже как бы как бы в сами нам варианте там переквалифицирована на совсем там underground industrial но из и прочь но все-таки если мы про панков говорим вот тогда были какие-то идейные утральные панки то все знают в питере уже точно так зарождались вот там был такой допустим сам издат журналов ножи и вилки там какие-то именно такие европейские идеи там за за феминизм за стратег там веганство краски вот такие вот вещи я знаю в питере например это уже в девяностое у нас это чуть позже вот там футбол бонс у нас дачный а в девяностые были какие-то на самом деле в девяностых этого не было это все вот уже нулевые и позже как бы в девяностых тут был вот такой грубо говоря трешак совсем то есть все вот эти веганизм там зоозащитой и прочие вещи они появились вот уже в двухтысячной так сказать когда стала стабильность жир и и и прочие вещи в девяностых этого ничего не было об этом никто не знал это было всем параллельно вот как бы ну да даже не то что этому сопротивлялись этого не было просто вообще как бы то есть простая информация это не это информация не было этих групп не было этих людей не было кто бы этим занимался то есть ну понимаешь может какие-то веганы и были но они никак не соотносились с панком там и прочим ну веганы это были например кришнаиты то есть у меня там были знакомые например вот они приносили кришнаитскую хавку там веганскую она была вкусная там все но это ассоциировалось именно вот с религией то есть каких-то панков которые это поддерживали этого не было тогда и причем даже это не только панков это вообще в неформальной среде не было то есть это все уже более поздние там двухтысячные потому что общество стало другое другие идеи ну вот как знаешь с роллинза пошло что вот этот зож там все как бы а 90 это было чистое но у фьюча как бы мир сделан из дерьма и прочее то есть каких-то вот таких так сказать попыток неких позитивных идей там что зож веганство ну как позитивных условно позитивных но имеется ввиду которые некие люди считают позитивными идеями их не было то есть всегда панк это был типа живи быстро умри молодым саморазрушение и прочее как бы то есть 90 это по крайней мере на урале это было чисто вот так скажи слушай про бормана вот он же в принципе такой культовой личностью нет в некотором смысле является ведь он же вообще можно сказать такой вот я его лично к сожалению большому так и не узнал поскольку всегда когда была так стать идея где-то вместе собраться на вопроса тупо не доходило вот он же вопросом жил в неком таком совсем параллельном мире но при этом вот он записал несколько альбомов расскажи что забыл за человек как бы понимаешь на самом деле борман вот вариант классического так сказать рабочего человека он бы может быть больше пошел в стрит панк или ой какой-то ну по смыслу своему это если панк был в нулевые и так дальше но есть такие люди вот простые как бы рабочие которые являются некой вещью в себе которые с одной стороны не какие-то может большие мыслители все но как бы по психотипу они настолько уникальные прикольные что вот они ну настолько яркие явления сами по себе что запоминаются всем и производят некий культурный эффект такой биография бормана на самом деле она началась с завода и закончилась завода уже вот то есть в те времена еще в конце восьмидесятых он с 14 лет начал работать на заводе ну причем не особо понятно зачем ну то есть он вот в каникулы устраивался на завод и там работал фрезеровщиком как бы зачем ему это было и как бы вроде особо в деньгах ну в то время надобности не было что родители у него были как бы то есть у них нормальная не какая-то неблагополучная семья просто ну вот что-то его прикалывал да потом когда мы начали вот играть создали гильотину он у нас был вокалистом вот но мы тоже учились вот я с аня чича и борман учились в одной школе просто мы с чичей вообще одноклассники были а с аня с борманом были тоже одноклассники но они на год младше нас учили то есть вот тогда мы в гильотине с ним играли тем более борман он любил хэви метал вот у него любимая группа аэрон мейнон была то есть вот и потом вот на какое-то время у нас пути разошлись что мы там начали панк а потом в девяносто третьем мы записали вот этот как комический альбом ой который назывался а фишка этого альбома была в чем что у меня папа выписывал журнал агитатор в советские времена ну потому что он как бы был партийным человеком там на заводе он тоже работал он был каким-то там ну знаешь как политинформация и журнал агитатор он в общем-то состоял из пропагандистских статей и прочего и прочего как бы вот советского периода и мы нашли там большую статью коричневый рок которая называлась и там были перечислены все там кис назарет и прочее что вот эти фашисты потому что они там знаешь типа руку вскинули похоже на зигу а эти там выехали на танки эти еще что-то ну короче вот там по сути весь классический мировой рок он был причислен к фашистскому группам это знаешь в плане того что последующих вот этих разборок фа антифа в нулевые и мы не снился вот накал этой статьи понимаешь когда вот все группы там и cdc назарет роллинг стоунс это все были фашисты там было убедительно доказано что это фашисты и почему они фашисты ну и мы решили на основе этой статьи вот сделать этот перформанс а тем более борман понимаешь как кровавый фашист ну вот записали началось все в девяносто третьем году когда мы вот записали этот альбом кроме того надо понимать еще что ну по крайней мере восьмидесятые как раз мои школьные годы там все было пропитано духом великой отечественной войны то есть это был культ на самом деле серьезный такой то есть игры зорницы встреч с ветеранами там все все и когда ты видишь то есть ну это на тебя накладывало такую такой отпечаток культурный что вот даже в сучьем леске там вот знаешь вот эти песни свидания там все это вот них не некая гипербола но вот эти вот отзывки великой отечественной ну плюс и у каждого в семье были на самом деле вот знаешь как бы потом не говорили типа вот этот расхожий сарказм деды воевали на самом деле вот как бы у всех деды были это кто прошел через войну ну не важно как но все были а там бабушки например работали в тылу и тоже рассказывали там знаешь жизнь была еще похуже чем в девяностые несмотря знаешь на город и порядок и прочее вот поэтому мне вот честно говоря всегда было удивительно так сказать с последующим фашизмом вот когда я там уже перестроечные времена знаешь услышал что типа в каком-то там восемь седьмом году на урале там какие-то там типа неонацисты прошли маршем по екатеринбургу ну вообще демонстрации для меня был шок и как их не посадили ты сразу всех ну то есть типа для советского человека вот знаешь фашист это был вот как для христианина сатана то есть ну невообразимо чтобы ты мог поддерживать фашизм какой-то то есть это было ну такое некое абстрактное зло понятно что вот жили люди а на них напали убили миллионы кстати не только военнослужащих там 17 миллионов мирных жителей во время военной во время второй мировой войны у было убито то есть было непонятно как можно за таких людей типа поддерживать их ну когда просто это некое человека ненавистническое начало понимаешь ну и вот из так сказать из этих предпосылок вот у нас вышел некий комический альбом такой ой а почему он комический потому что во время перестройки вот уже переосмысливалась ну то есть как бы некий фашизм он использовался опять как для травли неугодных то есть он ну понятно никто же не скажет что роллинг стоунс или назарет или там и сидиси это фашисты это понятно абсурд но как потом кстати во времена фа антифа в панке это просто использовалось чтобы наклеить ярлык и затравить музыкантов например да мы сделали такой по сути сатирический альбом вот на эти темы а борман он получил прозвище свое как раз по сериалу 17 мгновений весны когда его там показали в какой-то там 10 или 11 раз как как раз там что-то он был в каком-то там 9 или 10 классе у них весь класс вот играл так сказать косплеил этот сериал и у всех были какие-то прозвища и там делали знаешь даже на этих ластиках печати так вырезали свастику мазали ручкой и ставили на лапу была вот такая тема вот с тех пор он как бы был борман хотя как бы такого более человека далекого от фашизма чем борман сложно представить ну и вот а потом вот как записали такой этот сатирический альбом а потом он как-то так сказать с развитием собственной алкоголизации обруталил и вот мы уже позднее там такой девяносто седьмой год записали несколько альбомов где он уже выступил как такой полноценный вокалист даже он сподобился сочинить несколько так сказать шокирующих шок контент но на самом деле борман был очень харизматичный в плане того что у него в плане даже своей жизни у него именно жизнь была такая self-deстройка то есть человеку нравилось бухать он бухал и без оглядки на то что надо не надо хорошо это плохо ну и в общем в 40 лет так сказать печень у него отказала в связи с этим же алкоголем и даже в связи с этим я всегда вспоминаю так несколько мрачный эпизод когда мы отмечали 25-летие моё а у нас с ним разница в днях рождения на месяц как бы мы ровесники по сути вот мы там собрались бухали вышли там на лестничную клетку покурить и он такой говорит ну чё пол жизни то прожили уже чё ты считаешь что больше ну вот для него и оказалось что больше ну честно говоря я еще не вот ну а неожиданно как бы так сказать вот творчество бормана встретила живой отклик так сказать в рядах панков и ну это приятно что действительно такой очень оригинальный продукт получился и ну борман в общем так сказать был человеком именно достойный чтобы его послушать и запомнить сейчас 2017 год уже концу подходит почти ну до 17 лет прошло с 90-х что-то несколько твоих слов современном панки но вообще твои роли вот на сегодняшний день как ты себя ощущаешь панк не панк и со стороны музыкальной там какую-то субтитурную сцену как-то ты имеешь вообще сейчас к этому отношение или ты уже там сам стал усачевым а бывает ну что я хочу сказать я по природе своей музыкант вот как бы на самом деле мне ничего не надо музыку давай поэтому у меня всегда какие-то музыкальные проекты вот когда в 2003 году мы закончили сучьи весов по причине неких внутренних разногласий ну и так сказать что время изменилось у меня там была вот тут тоже такая так сказать гаражная группа муравьи в штанах потом мы с тобой стали играть вот singular 2.0 такой этот синди панк вот плюс я еще думаю над собственными проектами всегда ну по поводу панка видишь как раз вот в 2017 году мы сделали такой реюниум для фестиваля огни для уральского такого такой у нас можно сказать самый крупный неформальный фестиваль неформальный в смысле что по своей направленности там панк альтернатива ну немного рэпа может кого-то но такого альтернативной направленности тоже то есть это не русский рок не нашествие как бы а такой несколько экстремальный фестиваль вот фестиваль хороший но как бы тот панк что там есть он мне уже особо не близок потому что когда мы начинали и вообще для меня вот философия панка это всегда была некая философия ну так сказать по сути постапокалипсиса то есть вот там было два постулата например что ноу фьюча и мир говно и еще как бы можно добавить что знаешь типа все что вы нам говорили это тоже все херня и все вот ваши там постулаты мы в них не верим отвергаем и живем как живем сколько проживем столько все наши понимаешь а сейчас по сути панк стал ну некой частью мирового рока просто как такой отдельный стиль и когда он потерял вот эту некую протестную составляющую ну которая сейчас состав остается в неких сектантских направлениях типа вот краска знаешь там может быть там какие-то там фа антифа там еще кто-то вот там еще остается некий протестный посыл неважно против чего он направлен вот но в основном то панком стал как некая простая танцевальная музыка вот когда мы выступали на фестивале да там что все как бы мы сыграли с ребятами хорош нормальным программу все но как бы мы были по сути чужими потому что у нас посыл несколько другой был а панк сейчас представляет как бы такую простую танцевальную музыку типа там знаешь стена смерти circle pit там попрыгать со сцены все как бы и такие вот я считаю что вообще поп-панк который появился в нулевые он на самом деле панк убил он именно увел его от идеологической какой-то составляющей в сторону простой танцевальной музыки но простая танцевальная музыка это и диско просто она там сыграна электронная например а тут на гитарная то есть абсолютно такие достаточно беззубые тексты ну может какой-то эпатаж в стиле знаешь там типа я насрал где-то и все там я насрал никто не видал а кто видел не обидел в таком то есть для меня лично нет смысла продолжать панк в таком ключе потому что в плане некой просто музыки панк без идеологии для меня достаточно примитивен ну я так сказать тоже слегка развиваюсь как бы дикое поэтому мне интересно делать более сложную музыку ну да даже как бы в плане простых вещей более сложные аранжировки какие-то еще что то вот например делать электронную музыку с тобой мне гораздо интереснее чем играть некий панк ну например тот же сучий лесок вот там люди писали что когда вы запишите новый альбом когда там что-то такое это не вопрос я могу придумать новый альбом это для меня труда не составит именно в духе сучего леска такой же как бы и или немного другой я могу записать все но это никому не надо просто я вижу что это даже публике не надо ну не сказать чтоб вообще не надо то есть там по россии может наберется 500 человек каток которым это надо но в массе это не находит отклика даже на концерте вот мы когда выступали в августе там подходили люди говорили которые первый раз видели там часть 2 которые когда ты застали еще в концерты в начале нулевых там они говорили о круто там все это да но как бы это настолько выбивается из настоящего тренда то есть то чтобы это сейчас сделать это надо быть каким-то упёртым фанатиком именно панк рока того разлива как бы просто я вижу что сейчас это не надо и сейчас например тот же панковский посыл который был тогда вот у панка он перешел вот в инди группы я на самом деле слушаю многое инди сейчас ну слушаю не специально просто я как бы мониторю новые группы например чего-то интересного именно российские как бы и как раз вот именно в индии сейчас есть вот этот некий идеологический посыл того времени что и diy туда ушел в индии прочее прочее и так сказать любые темы там поднимаются как бы и с любой точки зрения рассматриваются а панк стал просто ну так сказать молодежной танцевальной музыкой в которой лично мне не интересно что-то творить мне уж тогда я знаешь больше интересней блюз сочинить какой-нибудь классический негритянский чем вот это поп-панк я не люблю совсем потому что это как бы абсурдное сочетание так сказать с одной стороны вроде бы панк это активная позиция и против так сказать всего плохого за все хорошее по крайней мере против того что тебе врут ну как мы начинали почему вернее я считаю что панк он создан для молодость потому что приходит как как раньше как раньше это было то есть человек там в последних классах школы или там в начале так сказать студенчества или ну так сказать после школьного образования он приходил к тому что вот я вроде живу как мне говорят родители там еще что-то там знаешь веду себя хорошо как бы выполняю какие-то требования только почему-то мне хуёво мне говорят что вот если я буду себя хорошо вести там и слушаться у меня все будет классно я так делаю а классно то нет то есть как бы вы мне все врете как бы и я чувствую что вот как бы вокруг меня в мире разлита ложка поэтому я говорю как бы все говно вы все вы все врете власти скрывают как бы меня обманывают будущего никакого нет то есть панк это некая работа как бы вот если брать из эзотериков работа в негреда когда ты все разрушаешь ты этот мир говоришь все что вы мне говорили это ложь я ничему не верю как бы я никто я ноль и вот когда ты разрушаешь до этой позиции ты начинаешь некое движение вверх ты уже говоришь вот я вашу всю информацию не принимаю сейчас я буду смотреть на собственном опыте что есть правда что есть ложь что хорошо что плохо вот и вот для этого панк он идеален как стиль для поиска себя для поиска истины но он опять же понимаешь вот я для себя нашел ответы я как бы там так сказать 25 лет занимался этим я ответы все нашел которые мне нужно было но я не могу их сказать кому-то потому что для людей которые это не прочувствовали на собственном опыте они скажут да ну это не так они начнут спорить там все а как бы смысла их убеждать нету потому что это невозможно убедить если человек не прочувствует вот и поэтому а когда появился поп-панк то есть он вот нивелировал вот эти все устремления протестные поиск истины он опять свел все как бы меня заставляют учиться я не хочу меня заставляют работать я хочу отдыхать все ну как бы на очень примитивный уровень и сейчас на самом деле он и продолжает торжествовать вот я говорю и по фестивалям и на концертах я бываю то есть если это не какие-то сектантские группы типа о я там знаешь типа антисошел какое-то там правительство долой то это вот просто поп-панк который не несет никакого смысла кроме просто танцевальный рок поэтому по сути вот я не вижу смысла продолжать как бы действовать в этом ключе потому что панк-рок потерял свой смысл изначально